итак начинаем наш новый проект создаем новый проект нажмем на клавишу нового проекта даем ему имя например теперь нам нужно создать модель нажимаем на клавишу соответствующую с надписью модель жмем правой кнопкой мыши и встречаются у нас размеры разрешение от этого зависит как в трехмерном изображении выглядит наша модель с каким качеством чем меньше качество тем быстрее обработка но модель будет угловатая и кривая некрасивая чем выше качество тем соответственно дольше будет отображение отображение но модель будет выглядеть приемлемо красиво зададим допустим как стоял 1300 на 1300 точек задаем единицы в миллиметрах жмем окей так после этого у нас появляется два окна одно одно для черчения второе для визу визуального восприятия отображения нашего нашего проекта так жмем сохранить теперь нам нужно модели задать нулевую точку в модели жмем модель задать нулевую точку выбираем центральный пиксел вы можете выбрать любой в том числе и курсором но я выбираю центральный пиксел жмем окей все наш центр теперь по центру заготовки отлично сохраняемся далее нам нужно задать глубину нашей заготовки переходим во вкладке траектории вот ищем здесь задание заготовки и опять менюшка высвечивается такая даем ей допустим толщину 5 миллиметров и чтобы наш 0 глубины был внизу надеюсь это понятно да то есть здесь мы можем выбирать это с опытом уже поймете для чего это ну или я более в следующих видео вам более наглядно об этом расскажу вот здесь потом когда мы создадим рельеф будет можно проверять какой высоты наша наша деталь наша модель нажимаем окей появляется габаритный контейнер все проверяем чтобы наш 0 был на желтой площадке вот этой заготовки смотрим все и габаритный контейнер то есть он нам показывает что у нас наши теперь заготовки есть толщина то есть это ну допустим мы взяли там алюминий да там какой то другой материал дерево там не важно что то есть это у нас станок зажат уже вот это вот такой толщины заготовка то есть это визуально мы видим что это вот заготовка именно такой толщины то есть мы задали ее возвращаемся на вкладку помощник сохраняем так теперь переходим на доску наше черчение и создаем наши вспомогательные направляющие ставим задаем 0 как вы видели да как я сделал сейчас здесь вот есть это здесь короче говоря наши размеры нашей модели будущие 35 на 35 мы задали 75 на 75 миллиметров да и вот она нам выдала то есть поделила пополам все ну понял так и теперь нам нужно нашу вспомогательную направляющую переместить точно 0 набираем 0 на клавиатуре ставим заблокировать применяем ок и все наше направляющие переместилось точно так же и с этой стороны выдвигаем нашу направляющую нажимаем 0 заблокировать применить ок все это есть теперь размеры нашей будущей детали 65 на 45 миллиметров это в плоскости глубина ее 3 миллиметра глубина или как хотите назвать толщина 3 миллиметра так теперь мы опять же таки направляющими облегчаем себе жизнь там на 65 65 делим пополам получается 32 с половиной убедим убедим набираем набираем 32 с половиной заблокировать применить ок есть такое дело следующее направляющие опять забиваем 32 с половиной заблокировать применить Извините, забыл Минус нажать Так, сюда Минус 32,5 Заблокировать Применить, ОК Так, есть Следующий наш размер Это 45 мм То есть мы задаем себе Габариты нашей будущей детали Это вот Заготовка все А внутри вот этих всех направляющих Это у нас будет деталь Так, и Выдвигаем теперь только с этой стороны 45 мм Видите, да 45 Делим на 2 22,5 Опять правая кнопка мыши Со значением минус здесь Минус 22,5 Заблокировать Применить Все, она переехала И мы ее никак не переместим Потому что мы ее заблокировали Следующий 2,5 Заблокировать Применить Все, сохраняемся Так, это у нас есть, да И теперь, как бы, визуально Для визуального Восприятия нашего Мы загрузим Вот эту вот модельку Я ее сфотографировал Конечно, фотография не ахти какая Но Возможно, вам придется дело иметь Именно с такими фотографиями Хорошо, если будет черчеж Это уже хорошо А если просто фотография То есть Сейчас на этом примере Вы просто видите Как можно смоделировать Даже с неудачной фотографией Так, нажимаем окей Она у нас как-то совсем далеко получилась Так, ну-ка, следующую Ну, что, эту вот загрузить Я понял Там разрешение мы задали Огромное А я сделал Ладно, хорошо Просто в модели Я Задавал разрешение Там Оно у меня Ну, как вы видите Сейчас Размеры здесь у меня 364 на 546 Нужно было, конечно, подогнать Под 1300 на 1300 Тогда у нас Ну, вы сами понимаете У нас бы Легло, как Как это должно быть Ну, будем Работать с тем Что есть То есть Это в отдельной программе Делается Это ростовое изображение Я его сделал В обычной Как его В обычном Пейнте То есть Там Самая простейшая программа Ну, не в этом дело Так Теперь нам нужно создать Вектор По которому Будем делать Трехмерную модель Начинаем его Начинаем его делать Есть инструмент Создать линию И начинаем создавать И потихоньку Вот так вот Смотря На нашу На нашу фотографию Начинаем делать Аккуратненько Так ведем Максимально Точно Передать Суть Делаем вот такую Обводку Сохраняем Вот И Сумы Обводить не будем Мы сделаем только одну часть Даже четверть Остальные вектора Мы просто скопируем Вот И то я сейчас Дальше Более подробно Все покажу Так Переходим В редактирование Точек Нашего вектора И смотрим Допустим Здесь точки не хватает Нажимаем Правой кнопкой мыши Здесь Высвечивается меню Среди которого Есть Видите Тут горячие клавиши Есть Вставить точку Раз Нажимаем И в том месте Где мы Нажимали Правой кнопкой мыши Павляется точка Ее можно теперь Перемещать Она у нас высветила С красным цветом Нас еще можно двигать Все Вот мы ее приблизили Так как Считаем нужным Вот Так Здесь тоже Все более-менее Нормально Это вот Стараемся Сюда Переместить Так Здесь Как у нас Как шар Такой Появился Можно конечно Задать Создать Здесь Окружность Такую Потом к ней С помощью редактора Я не стал этого делать Просто Сейчас я вам показываю Это вы сами Потом уже Разберетесь Там ничего сложного Как бы нету Это все вам придет с опытом И будет очень быстро Все это Но я вам показываю Как бы Самые простейшие Варианты моделирования Так Отклонился я От темы немного И видим что у нас здесь Появила Она ломаная Получилась Такая Нам нужно все это дело Звладить Так вот Выделяем мы Вот эти три точки И у нас здесь есть Вышли то есть Так же меню Сгладить точки Сгладить вектора Если мы нажимаем Сгладить вектора Нам нужно будет Выделить все точки Выделим Чем больше точек Мы Наставили Допустим Сделали По контуру нашей модели Тем она точнее будет При сглаживании векторов А так Это закрываем Здесь вот Высвечивается Значит точность Одна десятая миллиметра Пускай будет такая Нажимаем Желать У нас вообще получилось Что попало Нас это не устраивает И мы будем Звладить просто Отдельно точки Звладим точки И у нас получилось Вот такая Неплохая Подобие Шара И вручную Подводим Выравниваем Если нужно Тянем Вот Тянем Тянем Сама Точка у нас Вот внутри И от нее Отходят Две направляющие И на концах Точки Так вот За эти точки Можно тянуть И растягивать Наш вектор Более-менее похоже Также здесь Выделяем Две точки Звладить точки Приближаем Приближаем Это немножко Мы Отодвинем Здесь вот так И сделаем Так Похоже Переходим Дальше Так Сладим Вот эти точки Тоже Обладить Здесь видите Как более Такой Как резкий Переход Угол Здесь получается Чтобы его сделать Нужно выделить Вот эти три точки Опять нажать Сладить И тогда у нас Каждый Вот этот Усик Можно двигать Получается Как угол Такой Все Это готово Сохраняем Так Выделяем Вот эти три точки Сглаживаем Смотрим Нормально Перемещаем Здесь Для более плавного Перехода Да Так Вот Отлично Сглаживаем Эти две точки Смотрим Что получилось Сохраним У нас получилось Более менее То что мы хотели Сохраняем Так есть такое дело Теперь нам нужно Этот Наш вектор Вмастить Вот в эти размеры То есть В нашу Вот эту четверть Выделяем наш вектор И нажимаем Вот эту Кнопку Преобразование Вектора С помощью этой кнопки Можно вращать Вытягивать Всячески Как нам удобно Так Ну давайте попробуем Начнем его Перемещать Переместили сюда Много шире Стараемся Чтобы он попал У нас Точно На точку Пересечения Так Так Выравниваем Сохраняем Переходим В редактирование Точек Перемещаем Выбранную точку Точно В этот размер То же самое Проделываем С этой Точкой Выделяем ее Передвигаем Точно В центр Сохраняем Сохраняем Теперь Это наша Четверть Нашей модели Находится В пределах Размеров Вот этих размеров 65 на 45 мм Есть Далее Есть такой инструмент Зеркально отразить вектор Жмем на него Высвечивается Менюшка И начинаем Мы Нажимаем Сначала на кнопку Сохранить исходные векторы Чтобы он не удалился И начинаем копировать Нажимаем Справа Появился у нас Справа Есть Теперь можно его С помощью клавиши Shift Зажимаем Shift Выделяем Вторую часть вектора Чтобы Нам нужно их соединить Иначе наша трехмерная модель Не получится Выбираем с клавишей Shift Два наших вектора И выбираем инструмент Объединение векторов Конечными точками Нажимаем Объединяем Закрываем Так Все это у нас получился Единый вектор Посмотрим По вертикали По центру Нам это не нужно Так Хорошо Теперь Нажимаем на Инструмент Зеркальное отражение И копируем вниз Закрываем У нас получилось Зеркальное отражение Нашего вектора Сохраняемся Жмем опять же таки Shift И Вот этим инструментом Соединяем Наш вектор Все вектор соединен Сохраняемся И проверяем Вроде бы стоит по центру Никуда не двигается Жмем на центр Все Он стоит в центре Отлично Так Сохраняем И так Дорогие друзья Уважаемые зрители Мы с вами создали На нашей чертежной доске Нашу будущую модель Заготовку модели Вот она Как выглядит В следующем видео Мы продолжим Заниматься Нашим проектом Я хочу вам полностью Показать Как создается С нуля До Так сказать Продукта Конечного То есть Все пошагово От начала До управляющей программы Вот Надеюсь Вам будет это видео полезно Спасибо за внимание До следующего урока Пока